Для настоящих рыболовов любой выходной или праздничный день – это возможность отправиться на водоем и попытать рыбацкое счастье. Третий год подряд соревнования рыболов Удомля именно 23 февраля собирают на озере Кубыча любителей активного отдыха, вкусной ухи и хорошей компании. В этом году впервые вместе с удомельскими рыболовами за победу в открытых городских соревнованиях по подлёдному лову на мормышку рыболов Удомля приехали побороться любители и спортсмены из Твери, Торжка и Конакова. 97 участников, новый рекорд соревнований – 24 команды плюс 25 рыболовов в личном зачёте. Соревнования рыболов Удомля появились по инициативе молодых атомщиков три года назад. Главными организаторами мероприятия выступили молодёжная общественная организация КАЭС и первичная профсоюзная организация Калининской атомной станции. Толщина льда на озере Кубыча более полуметра. Тем не менее, во время всего мероприятия на водоёме дежурили сотрудники МЧС. После команды судей «Начать ловлю» над озером зазвучал громкий скрежет «Почти сотни ледобуров». В этом году за соблюдением правил соревнований следила судейская бригада во главе с главным судьёй, членом рыболовного клуба ПРК Александром Афанасьевым. Это очень замечательно, что эта идея реализована. Чем больше людей приезжает, тем больше, как говорится, людей об этом узнаёт, что есть такие замечательные соревнования. В праздничный день проходят они. В целом всё очень положительно. Критических таких замечаний нет. А так в целом всё хорошо. Все соблюдают правила, предписанные положением данных соревнований. Всё замечательно. Крупными трофеями озеро рыболовов не баловало, но и скучать не давало. Подлещики, плотва, окуни и ерши ловились как возле самого берега, так и на глубине. Пока ещё меня радует. Вот нашёл местечко. Сижу на одном. Неплохо, я бы сказал. А трофеи какие в основном? О, трофей. Кубыча всегда можно поймать мелочи. Зато соревнования здесь проводить всегда можно. Потому что все налавливают. А если приехали бы на другого озера, некоторые вообще бы ничего не поймали. Ну, не знаю, как по вашим меркам. По нашим нормальная рыбалка. Поклёвывает. Пускай мелочь, но поклёвывает. Молодцы, что я могу сказать. Подготовили. И народ пришёл. Как бы сегодня праздник. Надо отдыхать, а народ вот пришёл. Отлично всё. Соревнования продолжались 4 часа, после чего судьи приступили к взвешиванию трофеев. Рыболовы смогли угоститься наваристой ухой, а после принять участие в традиционных состязаниях по скоростному бурению льда. Давай! Давай, давай! По итогам этого наиболее зрелищного этапа первыми справились с заданием Сергей Кутузов и Алексей Скородумов. Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями. Как тяжело было? Конечно, тяжело. Ещё очень как тяжело. Я первый раз решил попробовать, поучаствовать. Но, видите, даже сразу на первое место. После подсчёта основных результатов кубками, медалями и ценными подарками от организаторов и спонсоров были награждены сильнейшие рыболовы. Отдельными призами были отмечены участники, поймавшие самых крупных – окуня, плотву, подлещика и ерша. В личном зачёте третье место занял Артём Вязов. На втором месте – Анатолий Сазонов. Лидером стал «Удомилец» Алексей Писаренко с результатом 855 граммов. Третье командное место заняла команда отдела радиационной безопасности «Калининская АЭС». На втором месте – команда «Дети Рекса Ханта» – город Удомля. Безоговорочным лидером соревнований стала команда рыболовного клуба ПРК – город Тверь. «Хорошая организация и очень большое количество народу. По сравнению со всеми остальными соревнованиями, наверное, их можно причислить по количеству народу со всероссийскими. Чем больше таких будет праздников, соревнований, фестивалей, тем лучше». Дмитрий Ермаков, Сергей Буров. Управление информацией и общественных связей. Калининская АЭС.